Итак, доброе утро. Я, блин, солнце капюшное, я, это я точно, диван, капучино, сегодня обычный, вот, и море. Итак, вот она сегодня спокойнючая, синючая такая, просто прелесть какая. Так, все главное, горизонт, потому что у меня, я все время заваливаю горизонт, у меня сзади солнце, и я практически не вижу экран, что снимаю, я просто держу руку, а что туда, как стоит горизонт, я не знаю. Так, сегодня начнем наши рассуждалки. Малень, даже не знаю, давайте начнем с этих, с Вавана и Лексуса. Это, конечно, ну сейчас уже все обсуждают. Вот, Майя Григорьевна стала очень популярной среди русскоязычного сегмента, вот, кто следит за Ваваном и Лексусом, а следят за ними очень многие, там подписаны, не знаю, во сколько, да и вообще. Это, конечно, нечто, ребята. Во-первых, я лично, вот скажу честно, я лично ее не слушала, именно вот эту запись. Объясню почему. Я просто со времен ее еще вот первый раз, когда она баллотировалась на президента, когда она проиграла Додону, да, я ее тогда слушала, и я помню, что у меня, знаете, у меня как-то уши болели после ее голоса. Вот есть в ее голосе какой-то странный эффект, и я это, наверное, называю, знаете, за секунду до бабской истерики. Вот такой, вот такой тембр. Я даже не знаю, как это, блин, вот она все время на какой-то, на каком-то срыве, да, ощущения. Вот, это уже вопрос к психологам, что происходит с ней, почему у нее именно такой голос, или там что-то со связками. Я, черт его знает, я просто не могу ее слушать, реально. У меня болят уши от нее, вот, поэтому я так минуты две прослушала и поняла, что это точно она, потому что от этого пранка с Вованами Лексусом у меня так же заболели уши от нее, как и от обычной ее прослушки. Вот, ну, Сергей посмотрел, послушал, и на русском, и, значит, ну, и без перевода, и все, 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 говорит, все правильно перевели, это она точно, говорит, ну, то есть, то, что я читала просто, что она написала, да, то есть, что она говорила, то есть, там была эта письменная версия, я прочла, я не могу ее слушать, правда, вот, правда не могу слушать. Ладно, фиг с ней, в смысле, с ее голосом. Так вот, если это правда она, понимаете, что меня не притянули, я должна допускать, говорить все время, если, по моему мнению, ну, и с самого начала, говорю, что это все чисто мое мнение, не претендуя на какие-то там эти позиции. Так вот, по моему мнению, если это она, то я вам скажу, что я не юрист, конечно, но даже я не юрист, понимаю, что она себе говорила, наговорила она так-то на срок, да, ну, серьезно, и там она, что-то, собирается какие-то территории раздавать, это что такое, в аренду или отдавать, я не знаю, что, понимаешь, она собирается, вот, какая веселая женщина, ах ты, идите колотить, блин, то есть, если она украинцем, да, вот так вот с барского, понимаешь, ты плечо, хозяйка земель молдавских, ты ж посмотри на нее, блядь, а, ой, я дико извиняюсь за маты, я с трудом, я и вчера хотела еще записать то, что я думаю по ее поводу, но вчера я бы говорила исключительно матом, то есть, это я сегодня могу уже контролировать свой этот, свой разговор, ты посмотри, хозяйка, господина пизданястры, как говорят у нас в Молдавии, знаете, она таких хозяек, блядь, вот, ну, что ж такое, а, ну, ты посмотри, она земли раздала, то есть, если она украинцем, вот так вот легко, джуржу лес, ты там в какую-то аренду, не знаю, какую собирается давать, да, то что же она со всей остальной Молдовой будет делать для тех же румын, для тех же этих американцев, там, или англичан, кто у нее там, кто ее куратор, представляете, то есть, вот так вот, на, забирай, делай, что хочешь, то есть, и народ вот так же, а, бери, давай, мобилизируем, да, на убой погоним, а делов-то, бляха, муха, чтоб ты была здорова, кружка ты медная, с кружкой, а мы эти, как у нас говорят, молодые, так, все, ладно, не буду материться, и вот эта ситуация, конечно, для меня была очень серьезно показательна в плане того, что в каком вообще, что сейчас для нас, для молдаван, уже не стоит вопрос сохранить свою экономику, свое благосостояние, у нас сейчас идет вопрос, будем ли мы жить вообще, ну, то есть, физически жить, понимаете, да, будут ли жить физически наши дети, если эта кукушка собирается объявлять мобилизацию, кидать нас в эти, ну, в горнила войны, как говорится, да, мы сейчас боремся, ребят, не за, не за процветание, а за жизнь, просто тупо за жизнь, представляете, до чего мы дошли, до чего довела нас эта Принч Песа, это, конечно, жуть, а у меня там, извините, сын приземного возраста, я вообще дергаюсь, вот, вот, ну, конечно, вот эта вот история с Вованом и Лексусом, наша Принч Песа, конечно, выдала, президентесса, Принч Песа, не знаю, как ее называть, вот, если, ну, и это реально, понимаете, это все реально, то есть, я уже понимаю, что там именно такие планы у нее, поэтому я не знаю, по поводу, блин, типа, по поводу протестов, мне кажется, их надо усиливать, ребята, это, мы просто за свою жизнь должны уже выходить, а не за, они за, они за партии или еще за что-то, конечно, я категорически не, не приемлю эту партию Шор, ну, не то, чтобы совсем не приемлю, ну, блин, люди там, которые вошли в эту партию, понятное дело, что они, ну, как бы, там, может быть, и патриоты, может быть, как угодно, но вот сам тот, кто возглавил эти протесты, конечно, блин, отталкивают от этого, понимаете, и именно его поставили возглавлять протесты, и именно его, как в прошлый раз поставили возглавлять протесты, помню, был такой у нас усатый деятель, понимаете, которого в итоге Россия сама в розыск подала, такой пророссийский у нас был человек, вот, ну, короче, тяжко несколько говорить, но вообще социалистам надо пошевелиться, конечно, потому что им доверяют люди, да, они, вторая партия, которая там набирает голоса, они даже, блин, президенты вот выбрали, да, социалистов в свое время до дона, конечно, он себя дискредитировал, конечно, он дискредитировал партию, конечно, все это легло этим самым пятном на нее, ну, блин, ну, ну, ребят, ну, я же сейчас не говорю про партийных функционеров, я говорю про людей, именно про людей, вы поймите, партийных функционеров, им ничего не будет, они свалят по своим там кто куда, да, а мы-то останемся, мы останемся, и нам придется разгребать это все горнило войны, как сейчас разгребают это украинцы, да уж, поговорила, вот, ну, вот такое, ну, и, конечно, наш депутат, который там по поводу Гаузов высказался, разжигает, падла, это тоже, ну, как бы, у нас разжигание межнациональной вот этой розни, понимаете, это тоже статья, ну, то есть их там все скопы можно брать и сажать, они уже там все наговорили, ну, я говорю так, что вот у нас осталась одна автономия, да, ну, в смысле в республике, вот, Гаузовская, и они всеми силами стараются ее задушить, всеми силами, и вот сейчас он, значит, высказался в адрес Гаузову, я всех, говорит, пересчитал, весной пойду проверю, кто умер, ну, вообще-то нормально, нет? Это может такое себе говорить человек, находящийся в власти? А может, мы все придем проверим, дышишь ты там или нет? В общем, вот такая вот история, ну, что, не знаю, разжигают, Молдову разжигают, конечно, вижу это, понимаю, и давно это вижу и понимаю, я это вижу и понимаю с 90-го года, да, вот, когда в 90-е, даже не с 90-го, а нас начали разжигать в конце 80-х, вот, в конце 80-х это было явно видно, когда власть уже была, скажем так, жутко импотентская, когда тут Брежнев уже был, как говорится, на последнем вздохе, вот, и, знаете, самое, что я тогда помню, вот, те времена 80-е, это постоянные, бесконечные анекдоты, связанные с национальностью, вот, это были самые популярные, вот, расскажи анекдот, я тебе расскажу, там, русский чукчай, там, и еще еврей, там, и еще какой-то, там, не знаю, Молдаван крутит лампочки, там, Украинец то-то делает, это, ну, понимаете, вот, вот насмехательство такое, надо это самое, в союзных республиках анекдоты шли, наоборот, против русских, да, там, русские какие-то были не те, и вот это вот, вот эти вот анекдоты, знаете, они же вот на уровне нынешнего 95-го квартала, нынешнего, там, стендапа, потом же это подхватили, и дальше, 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 вот это вот ржать, 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 да, когда ты заржешь эту проблему, ты ее уже не видишь, это же не проблема, а, так, подумаешь, поржали, а потом этим же, вот, 90-е, помню, тыкали на русских, да, что, типа, русские про нас рассказывали анекдоты, тюбля, понимаете, русские там снимали нас как-то неправильно в фильмах, русские показывали нас такими-то, такими-то, понимаете, это, ну, это был, вообще, это был шок, да, и вот на фоне этого процентов, наверное, 5, а то и меньше людей в республиках, чеканулись, и тут же им подставили народные фронты, тут же им подставили, значит, людей, которые там пропагандировали, что мы самая лучшая нация, вот, и отрываться от России, и тут же лозунги понеслись, чемодан вокзала России, русских, топи Днестре, и прочее, прочее, прочее. И меня вот всегда, знаете, вот еще в те времена, когда я, молдаванка, тоже подвергалась вот этим вот, ну, национальным выпадом в мою сторону, потому что у меня морда, на их взгляд, была рязанская, понимаешь, вот эти вот такие люди смугленькие, с черненькими глазками, с низкими бровками, с широкими сколками, вот мне кричали, что я не молдаванка, да, а я на них все время смотрела, а ты кто? А ты кто вообще такой? Ладно, это не будем. Мне кажется, что я не молдаванка, что я русская, что я должна собираться, упаковывать чемодан и сваливать, значит, в Россию. Вот тогда, знаете, что мне тогда еще было немножко страшно, что подумают о нас россияне, как они к нам отнесутся, да, после вот этих наших русофобских, вот этих диких высказываний в их адрес. Блин, самое страшное, это оказаться, скажем так, на линии огня, да, ну, то есть оказаться недружественной страной, когда вот эта вот русская машина, российская, да, машина военная, она встанет на рельсы и покатится, понимаете, сожрут же нас, сожрут, сомнут и выплюнут. Почему? Потому что есть почва, есть почва, есть ненависть, да, вот к нам, ах, видно, нас, не они же первые кричали молдаваняку на галяку, правильно? Или выгонять молдаван, они же не выгоняли молдаван из России, а мы выгоняли русских из Молдавии. Вот такое. Вот это страшно, понимаете, вот это страшно. Поэтому, конечно, я всегда подчеркиваю, что я именно молдаванка, но я абсолютно не придерживаюсь тех взглядов, которые вот эти вот пропагандируют наши дикие националисты. Вот, ну, вот это вот рассуждение на фоне моря по поводу вчерашних событий в ванной Лексусе. Да, жесть была. Спасибо, что посидели со мной. Ну, и тоже извините за мои высказывания немножко нецензурные. Уберите детей от наших голубых экранов, как говорится. Ну, а море, конечно, у нас шикарное. Какой цвет у него, ой, такой он вообще, да, такой просто. Вот, кстати, виден Капри сейчас. Вот он, видите, крокодильчик, это Капри. Вот, это Капри. Сейчас вам покажу Искию. Это остров Иски, он тоже виден. Вот он вулканического происхождения. Там офигенские термальные воды, там, ну, очень красивый остров. Большой, в стране сельский. Вот такая у нас нынче. Везувий, кстати, не виден он за домом, да, а вот стоит и видна. Вот она красавица. Ну, так как солнце оттуда, плохо ее рассмотреть можно. Яхты уже повыходили. И, кстати, люди на пляж вышли. Вернулось хорошее лето до 28 градусов. Так что можно еще позагорать. Смотрю, что даже купаются многие еще. Вода не успела остыть. Да, она особо здесь и не остывает. Она здесь всегда минимум плюс 15 вода. Минимальная температура. Даже, может быть, и больше. Вот такое вот. Вот такие разговоры сегодняшние. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.